Говорить мы сегодня будем про цифровых плыльников, про цифровые следы, про реликвии, про аватары. В общем, ну, наверное, стоит сделать такой триггер-ворнинг, потому что мы так или иначе будем сегодня затрагивать тему смерти, тему умерших людей, их данных, их аккаунтов. Поэтому если у кого-то эти темы вызывают какие-то нехорошие негативные эмоции, то лучше, конечно, этот эфир пропустить, посмотреть его когда-нибудь потом, когда захочется. Вот. Сегодня у нас с нами в гостях пока что два эксперта, но я надеюсь, что будет три. Это Виталий Болотаев. Виталий, добрый вечер. Всем привет. Вот. Виталий, UX-ресерч лид в Газпром-медиа, также преподаватель НИУШ, когнитивных наук и также научный исследователь. И еще один преподаватель, но в то же время юрист и исследователь правовых аспектов цивилизации экономики – это Алексей Воробей. Алексей, тоже добрый вечер. Рада вас видеть. Спасибо, что уделили время. Добрый вечер всем. Ну, я надеюсь, что у нас дойдет все-таки наш третий эксперт. Это Олег Упит, еще один исследователь диджитал-этики и взаимодействия человек-технологии в обществе. Тоже такой разносторонний гость. Ну, надеюсь, все-таки мы его сегодня вечером увидим. Но, если что, Виталий у нас на подхвате. Собственно, опять-таки, возвращаясь к теме цифровые двойники, поговорим сегодня о всяких разных аспектах на самом деле. Потому что, когда мы первый раз слышим такое словосочетание «цифровой двойник», у всех возникают совершенно разные ассоциации. Кто-то в этом видит какой-то science fiction. В общем, что-то разное приходит на ум. Кто-то видит в этом какие-то вполне прикладные вещи. Поэтому поговорим сегодня и про цифровые следы, и про оцифровку сознания, какие-то технологии, что они нам позволяют сегодня, какие есть ограничения. Ну, и поговорим, конечно, про юридический аспект. Без него никуда. Потому что везде возникают какие-то взаимоотношения по взаимодействию с цифровыми двойниками, с цифровым наследием. Поэтому это тоже необходимо как-то регулировать. Ну и чтобы не занимать больше эфирное время, я все-таки хочу передать слово нашим экспертам. Ну и поговорить для начала вообще, что такое цифровой двойник, как мы это определяем, что это вообще такое, да, как к этому подступиться, и для чего вообще все это нужно и кому. Вот. Тут я, наверное, передам слово сначала Виталию, а потом, если кому-то есть что добавить, будем добавлять. Да, давайте начнем с меня. На самом деле, когда я готовился к этой встрече, я пытался найти пилое упоминание о понятии цифрового следа в лоботах макетологов, экономистов, теоретиков интернета, либо просто возлобочиков. Это непростая задача, честно говоря, у меня не вышла. Есть большие коллективы авторов, есть научно-исследовательские статьи, которые описывают ситуацию с появлением понятия следа. веб-блаузере, вебе, но они относятся только к 2005 году. Это достаточно быстро, с популярной тематикой в научно-исследовательских лоботах, в конференциях макетологов, среди статей тех людей, кто пытается изучать интернет. И кажется, что это понятие очень быстро начинает эволюционировать по мере того, как данные в интернете тоже властут. Эволюционно я бы сказал, что если тыловые об этом заговорили исключительно в русле куков, файлов для блаузера или появлением истории блаузера, когда пользователь заходит и взаимодействует с интернет-магазинами, очень быстро это перешло к MAC-адресам устройств, к следам, которые оставляет наш мобильный интернет, к появлению ВЭБа 2.0. И я думаю, что с появлением ВЭБа 2.0 тема из макгинальной местечкового дисклуса веб-аналитиков становится той темой, которая заклакивает и становится частью общения всех из нас. К чему я это веду? Ну, понятно, что можно попытаться нарисовать какую-то эволюционную линию. Вот изначально наши цифровые следы были только в том или ином компьютере, затем они перешли в ВЭБ, затем они перешли на мобильные блаузеры, затем они перешли на наши устройства, перешли к интернету вещей. Но я думаю, что последний эволюционный шаг он и позволяет нам говорить о той ситуации, когда цифровый след из плосно-наболов-куков, который пользователь оставляет в своем опыте после себя, становится цифровым двойником. Это появление дешевого искусственного интеллекта и появление более дешевых способов создания генелатологов речи, диалогов и того, что некоторые теоретики кибернетики либо теоретики, которые, в общем-то, являются системным инженерам, называют экзоколтексом, то есть экзомозгом, который расположен снаружи на самих. Это, мне кажется, важное замечание о том, к чему это все идет и что уже, скорее всего, происходит. Понятно, что мы можем смотреть в последние новости. Два дня назад Константин Элнс сказал, что он будет эмулировать фильм «Экила Кула-Сарова». Семь-Самулаев? Кула-Сарова? Ну, Семь-Самулаев, да, Кутагавы. С актёлами типа Джигалханяна и другими мелкими актёлами. И это очень показательный пример того, что виртуальные гвенники являются частью собственности, подобно тому, как собственностью являются доменные имена или являются собственностью другие объекты, которые нам подарила электронная Камелса. Безусловно, здесь прям целая бездна от всего того, что мы можем называть сахарными гвенниками. Прежде всего, это облазы, которые человек создает. Создает он их в приложениях. Это те следы, которые являются частью того, что Ланш было его записями в Фейсбуке, записями в электронной почте. А теперь становятся частью метавелса или вселенных, о которых внезапно мы вновь заговорили, спустя 15 лет после появления наэлла самых первых из них Second Life. И это это ну, это навел на эмоциональные учетки и политики, которые касаются того, что делать с этими данными. Тут целый комплекс проблем, но говорить надо о том, что существует, чтобы не фантазировать, а существует вот, что существует, охланитель, функция охланителя в Фейсбуке, которая появляется, которая сейчас есть у каждого из нас. Вы можете передать реально существующему человеку из ваших друзей и функцию, что после вашей смелости у него будет ваша учетка. Мне кажется, что концептуально это не всегда работающее, но с точки зрения опыта пользователя это очень важная часть развития социальной сети, которая касается всего опыта пользователя и касается всего взаимодействия человека с продуктом, потому что первые теоретики и практики Фейсбука задумались о том, что останется после нашего пользователя, как мы будем взаимодействовать с ним, когда оплощаемся и какие политики и практики можно внедрять. Не всегда охланитель работает, это не колоссало, это не всегда работающая вещь, абсолютно не бесполная, абсолютно не такая, которую можно однозначно говорить как о работающем решении, но здесь надо понять, что это отложение общего планда на Тоната Сенсивити. Вот я очень долго говорил такие какие-то вещи теоретические, вот о Куки Файлов, мы пришли к Аваталам, к Метавелсам, но в конечном итоге мы упираемся в то, что есть одно важное принципиальное отличие живого человека от машины, о котором очень мало пишут и говорят, но о котором важно в том смысле, что человек конечен, ему все умрем, а машины нет. мы можем интерпретировать человеческое существо как существо смелтное, принципиально смелтное. Эта позиция довольно тяжело, может относиться к машине, не может относиться к ней в том контексте, в котором мы используем слово смелт по отношению к человеку. Мы можем говорить понятие сломался либо вышел слой, но принципиальное отличие от того, что наш пользователь конечен, а все данные, которые он создал, они конечны, остаются на протяжении долгого времени в учетках, политиках и во внешнем мире, это некая данность. И мне кажется, лучше может быть Алексей что-нибудь добавит, потому что мне кажется, нужно взять паузу перед тем, как я заговорила о на сенсивити. Ну, я, наверное, добавлять прямо что-то не буду, потому что вроде пока повествование идет довольно последовательно, если я вклинюсь, то, наверное, мне надо будет начать с самого начала, я могу, наверное, предложить продолжить, пока потом я подхвачу, пожалуй. Давай так. А можно я тогда вклинюсь с вопросом? Вот функция хранителя в фейсбуке, я, честно говоря, не натыкалась на нее, видимо, она где-то глубоко запрятана, но это вот история только фейсбучная или где-то такое уже было реализовано? Если мы говорим о социальных сетях, то пелого это выкатили в фейсбуке. Отечественные соцсети долго не связывались с этим, и я так понимаю, до сих пол не готовы к таким изменениям. Почему? Потому что до сих пол нет внятной процедулы того, как это выглядит, и почему и как можно убедиться в этом, в том, что человек умел и нужно передавать учетку. Не знаю, подгружаешь какое-нибудь свидетельство. Ну, а что свидетельство? Свидетельство можно рисовать за пять минут и все остальное тоже работает так себе. Чем более мы, да, тут надо сказать, что хранитель и все остальное храншо работает на английской локале, на узкой локале, с переменным успехом. Что такое локаль? Локаль – это язык и слона, регион, в котором работает тайная соцсеть. Тут важно сказать следующее, что исторически появление такого функционала было вызвано смелостью белых теоретиков компьютерного сайенса, которые стали злостными людьми, потом сталыми дедушками, бабушками, достигли серебряного возраста такого, преклонного. И после того, как первое поколение компьютерного сайенсиста и особенно юзабилистов начало покидать нас, то, к сожалению, стало понятно, а какие, собственно, ответы у нас есть и что мы можем с этим сделать. И вот это отличие, оно как может существовать. изначально изначально это были логулатолны всякие ламботы, которые касались попыток создания тех или иных форм взаимодействия ламбных научно-исследовательских институтов, а половина с этим бизнес пытался создавать всякие решения, которые указывались и связывали эту тематику смелцы. Вот словечко Transensivity я назвал чувствительность к смелце, подлоздел юзабилити, которая касается не только взаимодействия пользователя с устройством, но касается взаимодействия покойного пользователя с устройством, либо взаимодействия машины с уже умелшим человеком, под машиной мы понимаем какой-либо интерфейс или какой-либо веб-приложение. Здесь, конечно, надо вспомнить кейс Луки. Лука это бот, созданный компанией, которая до сих пол существует в США, который был создан после смелцы ласийского узлобочика и директора КБ Стрелка в США и все его тексты были скромлены боту и на пелых ДжПТ на элосетях он пытался обучаться, чтобы отвечать и общаться спокойно. Инкейс был очень популярен в СМИ, потому что он сам по себе очень ялкий, не только у нас, но и, конечно, во всем мире в пелую очередь в Силиконовой долине. Вместе с тем существовала и обычная индустриальная такая история, когда теленные похолодные в Бело естественным образом сталкивались с необходимостью цифровизации и отвечать по-новому на вопросы что мы делаем с памятниками, что мы делаем с кладбищем, что мы делаем с нашим бизнесом, который наплавлен на семью и покойника, какие решения мы как малый бизнес, семейный бизнес можем предложить. Безусловно, это более закрытый и сложный для исследования вопрос, но, как правило, в лазных сланах из-за лазной регламентации того, как может работать похолодный бизнес, из-за того, что похолодный бизнес очень лазный в Японии с его буддизмом и в США с их протестантизмом, естественно, получилось большое число спектроплактик, которые по-лазному учитывали, как мне кажется, продукты для семей. Я важно хотел подчеркнуть одну вещь. Мне кажется, что может сложиться приватное, ложное впечатление, что мы говорим о очень экзотической теме. Это не так. Эта тема к этому неприятна, эта тема, к этому, возможно, может отпугивать или кажется экзотикой, но эта тема одна из магистральных для, ну, для а, академического дискурса, к этому занимает человекомашинным взаимодействием и б, которая, в общем-то, всегда была в услуге бизнеса и крупного бизнеса в США. Ну, например, человек, который ввел понятие там sensivity, Майкл Массими, это глава Head of Usual Experience Research Messenger of Slack. Slack – это гигантский мессенджер, который популярен в комплективном мире. То есть, это изначально была история, которая связана с интересы крупного бизнеса, силиконовой долины, была традиционным таким бизнесом со средних веков, того, что называют по холону бизнеса и связывала все с современными решениями с юзабилитью. Теперь о реликвиях. Вот вся эта история, когда, с одной стороны, юзабилисты и бизнес пытались по-разному начать подходы к неприятной теме взаимодействия с покойниками, теме, которая была им необходима для того, чтобы, а, злоботвать деньги, б, совершенствовать свои технологии и продукты, существовало всегда аспект реального вещей, то есть вещей, которые существуют на самом деле не просто как веб, или не просто как интернет-магазин или приложение какое-то. И с этим тоже велась определенная работа. Во-первых, были исследования того, что люди делают с вещами у малыших людей, вещами цифрового мила. Я имею в виду смартфоны, ноутбуки и другие вещи, которые оставались очень долго спокойными и которыми являются важной частью их последнего опыта и которые оставались им в наследство. С другой стороны, шло движение по созданию реликвий. Реликвия – это попытка сохранить или запихнуть бота-лук, или бота, лаэмулил искусственный интеллект покойного в ту или иную реальную колонку. Иными словами, мы берем и обучаем человека на GPT или любой другой НЛСТ, но кроме обычного бота или гениалат латекста мы ее помещаем в умную колонку. Эта умная колонка является 3D-объектом, она существует на самом деле, она ставится дома и служит каким-то новым взглядом новым взглядом на то, что остается после нас. Подобно урне с пеплом оно или там надглобие, оно является объектом, которого можно поставить на полку. Этот объект может иначе взаимодействовать с человеком. Технология реликвий называется так, потому что здесь мы от технологии ожидаем ее возможность быть священной, что ли. И это, конечно, абсолютно новый вызов для людей, которые пытаются создавать гаджеты. Ну, потому что здесь нужно создавать их с учетом того, что вещь должна выглядеть старинно или вещь должна выглядеть саклально, или то, что наша умная колонка должна передавать те или иные чувства, связанные с переживанием, сочувствием, со сладанием или всем тем спектром чувств, которые являются социально приемлемыми для взаимодействия с покойными, с тематикой смелти или тематикой клау. Вот. Пожалуй... Там был еще такой кейс, я вот тоже немножко поклинюсь. Кажется, в начале года был какой-то репортаж про пермского программиста, который, в общем-то, тоже оцифровал сознание покойного дедушки и поместил это все вот в такого а-ля робота-телеминатора и с ним разговаривал и как-то взаимодействовал. Это вот тоже из разряда религий? Ну, думаю, да, думаю, да. Или как вот на это реагировать? Ну, это будет происходить все чаще и чаще, потому что уже сейчас есть камелшское решение, точнее, есть просто один чувак, который тренировал GPT-3 для удовлетворения таких потребностей, но он работает, по сути, как агентство, то есть нужно заплатить ему деньги, отнести определенный корпус текстов и он сделает бота вашего дедушки. С этим ботом дедушки он пытается, ну, с этим ботом дедушки он просто передаст его вам. проблема здесь в том, что это работает на английском и, к сожалению, я вот думал, как потестить на каком-нибудь корпусе текстов, но на русском пока такой услуги нету. Ну да, лано или поздно и скорее лано, это будет уже массовым явлением, таких новостей будет все больше и больше. Что здесь важно отметить, что в 2017 году модели GPT были переведены на русский язык компании Сбилбанк. То есть, ну, я думаю, что такие вещи будут все более, все более массовыми, это перестанет быть новостями, скорее перед нами станет вопрос, какие статусы взаимодействия, кто имеет плава это делать, можем ли мы оцифровывать Толстого или Пушкина, а если не можем, почему? Можем Жириновского, а почему не можем? А можем Пушкина, ну, и так далее. Вот эти вопросы, они, мне кажется, не имеют ответа. Они не имеют ответа так же, как именно все остальное, что связано с Милтей, во всем случае их ответы, эти вопросы, они будут очень дискуссионны. У нас, кажется, есть вопрос над Андреем Олейниковым. Да, есть вопрос. Насколько вообще этично загружать куда-то, назовем это так, сознание умершего человека, то есть обучать искусственный интеллект на основе записанной речи или сообщений покойного и потом в кавычках общаться с ним, потому что обычно это вряд ли как-то обговаривается с человеком при его жизни и к тому же можно обучать искусственный интеллект на разных обрывках, наверное, речи человека и на разных сообщениях, то есть можно подстроить дальнейшее сообщение, которое он будет выдавать каким-то образом под свои хотелки, под свои желания. Ну, да, получается все так. С точки зрения этики кажется, что это очень сложный вопрос. Сейчас я попробую как на него ответить. Мне кажется, что здесь есть два аспекта отчистых технологических. Первый аспект, он касается, если мы говорим о генераторе текстов. И здесь мы можем зайти на кладбище и понаблюдать как ну и циник. Мы можем пойти на кладбище и работать на кладбище так же, как мы работаем в поле с любым долгим бизнесом или любым долгим цифровым продуктом при помощи этноглафи. И мы ясно видим, что люди не только в Лосино во всем мире разговариваются со своими покойниками, находясь в этих местах. Безусловно, они не ожидают ответа покойника, когда они разговаривают над глобием. Безусловно, они не ожидают и скорее всего не верят в то, что это оживший дух спустится к ним. даже если плацент значимый людей, которые верят в это, мы можем предположить, что плацент людей, которые относятся к этому, как кладицы или говорят сами для себя, намного выше. Мы можем это скорее потратить оплостниками. Так вот, если возвращаясь к вопросу этики, генелат текстов, который просто выдает текст, похожий на текст умелшего, основанный на том, что он написал, не выглядит чем-то рискованным. Скорее всего, он будет воспроизводить нечто похожее или то, что реально было написано. Но совершенно долгой вопрос, который требует значительно более сложного обучения, требует скорее от нас создания корпуса текстов, которые будут иметь реплики и потребуют опилатов, которые будут на эти реплики отвечать. Это создание диалоговой системы, когда вы взаимодействуете с вашим покойником таким образом, как будто бы он в диалоге ожидает от него большого числа реплик и большого числа ответов на эти реплики. Постоянно обучаю его и постоянно наблюдаю за тем, как властет и наполняется этот скелет. Кажется, что если мне будет позволено дать этическую оценку данной ситуации, в Талойке скажется галаздо более галаздо более этически ненитлальным и этически опасным, потому что он требует участия каких-то людей пилотов, он требует навел выбрала реплик и кажется выглядит абсолютно не таким однозначным явлением, потому что вам придется действительно обучать вот этот цифровой ватал и у него будет дневник какой-то, где он какие-то факты и вещи из ваших диалогов с ним должны сохраняться и кажется, что такая Алиса, которая будет воспозводить диалоги об какой-либо определенной пилсоне, пилсона была умилшим человеком, такая Алиса может вводить заблуждение, может охланить данные, потому что люди склонны доверять своему дедушке, которого с ними нет, и может исполниться в мошеннических целях. Спасибо, да, я тоже согласен, что технология такая будет великой нейтральности, к тому же, повторюсь, можно будет обучать как-то очень однобоко, то есть мы же будем давать, ну как, вообще по-хорошему должно происходить, мы же будем давать искусственному интеллекту какой-то набор сообщений, текстов, да, и можно эти тексты выбирать очень однобоко. ну да, я позволю здесь добавить со своей стороны, вот Андрей поднял очень такой важный вопрос, мы просто плавно перетекаем из вопроса цифрового аватара в вопрос регулирования и различных вообще практик, которые есть сегодня в машинбернинге, я тоже разобью вопрос на две части, да, первый касался этики, а второй, соответственно, механики создания, соответственно, цифровых двойников при помощи машинного обучения. Вопрос этики, он действительно сложный, но он в своей сложности он довольно простой, то есть здесь лучшим способом отвечать на вопрос, насколько это этично, это, собственно, спросить у самих людей, то есть что они об этом думают. Мы, когда пользуемся вот нашими внутренними стандартами, условно говоря, этикой, прежде всего сформулированной, сформированной православным христианством, допустим, на Западе, протестантская этика, она, в принципе, предполагает достаточно высокую степень уважения к праву умершего, она предполагает определенные достаточно серьезные длительные обряды и ритуалы, она предполагает, скажем так, значительную память и уважение к останкам и местам захоронения, и отсюда для нас вот вопрос цифрового довольника, он кажется сложным, но на самом деле существует огромное количество культур, где, я не скажу, что там мертвых не уважают, но есть, по сути, несколько там иное отношение к тому, что есть, где-то, допустим, превалирует практика, в которой тело сжигают и ставят, соответственно, на полку поближе к дому, то есть, чтобы, соответственно, умерший был, по сути, частью семьи и присутствовал здесь же. В таких обществах практика умной колонки она не будет вызывать такой вот криппинг такого эффекта, потому что, по сути, как бы умерший член семьи, он и так у тебя стоит на полке, а вот он еще с тобой и разговаривает, здесь чуть пониже. Или, например, как есть какие-то отдельные регионы Индонезии, где прям тут труп, извините, родственника прям высушивают, он лежит мумифицированный по несколько месяцев тоже рядом с семьей. То есть здесь очень важно посмотреть на эти этические стандарты и прежде всего посмотреть, что сам рынок на это скажет и действительно как сами люди к этому отнесутся. Но я потом немножко чуть более развернуто попробую это все описать и рассказать, потому что есть немножко другие тоже интересные кейсы. А второй момент сугубо технически вы абсолютно правильно отметили, что машин лернинг это не волшебная коробка, в которой мы закинули данные и там что-то произошло. То есть всегда есть операторы, которые занимаются обучением, они создают некоторые паттерны. И сегодня, ну как выяснилось, я так может сейчас буду звучать очень так консервативно-республиканские в терминах американской политики, но оказалось, что статистика она довольно такая biased, racist и все что угодно. и мы обнаружили вдруг, что скоринговые алгоритмы банков чаще отказывают чернокожим, допустим, или разведенным, или еще кому-то, потому что таковы большие цифры, большие числа, на которых тренируются нейронные сети. Соответственно, регуляторы для того, чтобы устранить вот этот гэп институциональный, который возникает сегодня между в кавычках я это назову привилегированным классом и, соответственно, теми, кто обделен, они, соответственно, требуют от создателей алгоритмов использовать, скажем так, я это назову, опять же, таким эфемизмом поправочные коэффициенты, которые, скажем так, выравнивают шансы лиц из дискриминированных категорий населения, поднимают их до привилегированных. Следовательно, здесь мы видим тоже довольно похожую ситуацию, как мы тренируем эту нейронную сеть. Наш родственник, он будет, он должен быть таким, каким он был в реальной жизни или он должен быть чуть добрее к тебе или, может быть, наоборот, его там тренируют таким, что он будет тебя все время, извините, за термином, чмырить, обижать и опускать. Это же все является областью конкретной практики и технологии реализации этого продукта. и вот здесь, конечно, без каких-то либо внутриотрасливых стандартов, не обязательно должно быть государственное регулирование, это может быть корпоративные стандарты, когда есть какая-то бизнес-ассоциация и они решили, что мы делаем вот так, либо это может быть действительно регулирование через какие-нибудь ДКП, либо конкретными нормативно-правовыми актами, где прописано «делай хорошо, не делай плохо». Итого, такой резюме, то есть этический вопрос, давайте посмотрим на культуру конкретной локации, где мы находимся и будем от этого делать какие-то выводы. И второй вопрос технический, это действительно давайте посмотрим, кто это вообще делает, что это за операторы, какие у них практики, как построен техпроцесс, можно ли здесь и нужно ли здесь вступать в регулирование, скажем так, в игру. Ну да, я вот абсолютно поддерживаю, потому что вот идея того, чтобы построить диалоговую систему, нам нужен какой-то некий актел, живой человек, сотрудник того или иного бизнеса, он должен знать корпус текстов, каким-то образом понимать, что бы выбрала ваш дедушка, и затем из низких вариантов отвечать на ту или иную реплику, вариантов, которые вы принесли ему от вашего покойного дедушки. Откуда этот человек будет выбирать это? За счет этого он будет обучать на элосете, такой дореселовщик на элосете. А вариант, ну типа совсем простой, ну гениалат текстов что-то там выдал, но кажется, что он вот такой совсем этически безопасный, но он и намного сложнее для реализации. Если у вашего дедушки есть гигантский объем текстов, он всю жизнь вел в дневники, тогда, ну да, это будет ламот. Если это обычный рядовой пользователь, мне кажется, технически сейчас невозможно. Если мы соблали там буквально несколько гигабайтов текстов, которые, ну такие твиттлные, записи на стене, посты в одноклассниках с яблочным спасом тебя, ну, боюсь, что, ну, будет он отписать с медовым спасом тебя, этот бот, обученный на большом объеме данных. Окей. Является ли этот кейс этически сложным? Ну, очевидно, нет, мне кажется. Вот. Нормально сделать свой двойник начальник и заставить его вести планевки. Ну, мне кажется, просто Алиса с этим лучше сплавляется. Зря вы так плавославие недооцениваете, вспомните пламощи, пишет нам Михаил Ивановский. Это важный момент. Вот. Дело в том, что технологически нам не нужны искусственный интеллект, нам не нужны интелфейсы, и нам не нужны компьютеры, чтобы сказать, что технологически взаимодействие со смелностью было всегда. Если мы окуем ту или иную книгу по обрядам и по взаимодействиям с этим явлением, мы можем заметить два устойчивых патлона, которые очень часто рисуются в схемах. Первая схема – это избавиться от чего-либо и забыть. То есть, как бы, попытка при помощи того или иного ритуала избавления от этого события, этого тела по тем или иным причинам гиенических до психологических. Вторая на баллу создать что-либо, чтобы это оставалось навсегда подобным монументу. Вот здесь весь конфликт в этой истории. То есть, с одной стороны, наш пользователь абсолютно не заинтересован в том, чтобы это воспоминание, это событие оставалось не всегда, потому что это, безусловно, логическое, тяжелое, неприятное воспоминание по теле близкого человека, либо сам по себе социально-печальное, требующее от него вогревание. С другой стороны, он, безусловно, привязан к этому человеку и считает то, что у него оставалась технология бот или интерфейс, который связан с этим человеком, чтобы она оставалась навсегда на долгие годы, очень значимым и важным для себя. Кажется, что все продукты, которые будут с этим работать, будут противоречивы, и так или иначе придется скатываться очень долгое время к той или иной стороне вопроса. Удержать вот этот баланс будет концептуально сложно. Более того, бизнесы и сталтапы явно боятся этой тематики, потому что стоит зайти на Plodak Hunt и вбить Death в поисковую строку, ну и вам ничего не выдаст. Он выдаст счетчик, сколько вам осталось жить, какую-нибудь игрушку, что угодно, но, конечно, не что-то такое реальное, потому что сталтапам под это деньги не дадут. Им дадут деньги под позитивные, явные темы, веселые темы, и ну, во всяком случае, это не то, что можно публично делать в ламках современного венчуного бизнеса, как часть корполации, как часть тех или иных экспериментов, которые делают уже в осеннем. ритуал точка у, которые сейчас взаимодействуют с Яндексом, да, это интересно. Как часть тематики старинных похоронных бизнесов, как часть тематики, связанной с землей в голоде, с землей в муниципалитетах, которые выдаются под кладбище, да, это любопытные исследования, любопытные эксперименты и пилоты. Как часть того, с чем можно сделать сталтап, получить кучу денег, кажется, это, но я пока не видел, может, я не все знаю. пока мы не перешли к юридическим тонкостям, я знаю, что у Алексея там целая история придумана, я хотела еще спросить, отойти немножко от темы смерти, да, и вот взаимодействия с умершенными людьми, а вернуться как бы в настоящее, потому что вот мы говорим реплики-реплики, да, а есть целый проект, который так называется реплика, и, по-моему, мы с вами его как-то предварительно обсуждали перед тем, как делать эфир, что, по сути, ты, да, репликаешь, что ты, по сути, растишь себе какого-то собеседника, он учится там на твоих реакциях, то есть ты оцениваешь его ответы, насколько они в тему, насколько они уместны, пристойны, да, потому что я тоже пыталась поиграться вот в это приложение, но мне очень быстро надоело, потому что вся эта модель куда-то скатывается в какие-то совершенно нехорошие темы, приходится ее все время одергивать, окрикивать, и, в общем, ну, в общем, на любителя. И вот вопрос, как бы, вот все эти вещи, понятно, что они, наверное, вносят какой-то общий вклад в развитие, да, искусственного интеллекта, генерации текстов, но не придем ли мы в будущем к какому-нибудь такому страшному сценарию, что с нами будут взаимодействовать какие-то придуманные программы, с реальными людьми мы будем как бы взаимодействовать, ну, в рамках «Синий максимум» только. В каком-то смысле мы сейчас все взаимодействуем при помощи посредников, медиумов. Любое медиа, мне кажется, и любая технология, которая это упределывается как медиа, как взаимодействие человека с человеком при помощи технологий, всегда нечто опосредованное, потому что здесь есть функционал, когда человек может выключить камеру, может выключить звук, может наложить на себя маску, и те или иные аваталы, которые сейчас пытаются внедрять в Фейсбуке, в лампах их поволоток новой экономики, либо те или иные сталтапы, которые предлагают нам иначе осмыслить опыт могучи или просто фишки, которые являются эмоджи, симоджи, либо те или иные вещи, связанные с созданием аваталок на уровне устройства либо приложения, они сами по себе просто предлагают новый опыт и новый способ взаимодействия между людьми при помощи на сей лаз какого-либо посредника, достаточно четко умеет взаимодействовать. Может ли это быть таким вот изолилованным способом отказа от взаимодействия человек к человек? Кажется, все-таки нет. По той причине, что надо различать мотивацию, потому что взаимодействие на данном этапе с этими вилтуальными аваталами в ламках мультивелса, секонд лайфа либо другого решения на текущий момент и в будущем очень сильно является гидонистическим. Подобно тому, как ребенок вылачивал томогучий в 98-м году, взаимодействие с вилтуальным аваталом спеллбанк либо вилтуальным аваталом реплика АИ это в значительной степени гидонистическое удовольствие, которое каждый из нас подвелжен. Очень часто наши взаимодействия с интерфейсами гидонистические. Взаимодействие уже человека с человеком жестко обусловлено его функциональным желанием, job, 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 сделать работой по бизнесу, работой с деловым полтнелом, работой с семьей и так далее. За счет этого очень много функций гидонистических могут действительно перейти в лосло таких вилтуальных помощников и вилтуальных ассистентов полностью. И на баллов функциональные они очень остоложны и очень с большими ограничениями будут подвигаться подобным манипуляциям. Это можно доказать очень легко. Есть статистика телефонных апеллатов на рифе год от года они ее воспроизводят и люди говорят по телефону очень мало, они используют мессенджеры, но есть тема пока плохо, они все еще говорят по телефону. Это о деньгах, звонки в банк, звонки влачам, ну и с плоховки, потому что важные темы денег, смелости и здоровья, они являются видимо важными для людьми и очень плохо поддаются переводу в каналы мессенджеров. А все остальное действительно показывает очень хорошие результаты перехода в этот канал коммуникации. Я еще позволю пару тезисов сказать и потом слово Татьяне передам, она хотела задать вопрос. Здесь нужно понять как бы действительно как Виталий правильно сказал, я хотел сказать, перехватить это прям, но вот он уже половину наверное моего ответа сформулировал, это вопрос нашего отношения к вот этому такому интерсубъективному феномену. То есть как какой-то чат-бот, ассистент, который нам помогает, который с нами взаимодействует, мы можем общаться с кем-то по телефону и мы даже не поймем, что это был живой человек, хотя уже сегодня опять же регуляция отдельных юрисдикций требует, чтобы если с вами общается робот-ассистент, чтобы он об этом объявлял заранее. Соответственно у нас для того, чтобы снизить издержки транзакционные в числе того, что я не понимаю, кто со мной разговаривает, когда идет декларирование того, живой это человек или нет, называются его, соответственно, какие-то базовые атрибуты, да, я там ассистент Google. Нам становится все понятно, транзакционная издержка на доверие, она снижается, и мы начинаем воспринимать эту сущность крайне функционально. То есть мы будем этих ботов воспринимать точно так же, как мы воспринимаем шариковые ручки, которых раньше не было, персональные компьютеры, кондиционеры и так далее, и так далее. Это просто инструмент улучшения качества нашей жизни в целом. Вот. Это, что касается такой практической составляющей. С точки зрения какой-то, скажем так, составляющей в случае, если эти боты станут слишком умными, да, то есть это вот тоже такая другая сторона вопроса, когда они перестанут быть, скажем так, машиной функции, хотя я сомневаюсь, что это в ближайшее время, я крайне скептичен относительно возможностей текущей парадигмы машинного обучения, то есть я вижу ее определенную функциональную направленность, некоторую пользу, которую она может принести, но я не верю, что нам там еще, мы там уже близко к состоянию, не знаю, произведений, когда видоизменировали углерод, когда у нас есть там отель, и он сам себе, скажем так, ведет бизнес, а это полностью искусственный интеллект, да, но даже если это произойдет, у нас действительно уже есть инструмент, которому 2000 лет, да, это называется там юридическая фикция, там ему даже может больше, и самыми распространенными юридическими фикциями являются юридические лица, то есть это тоже что-то, что имеет определенный такой, так называемый, если говорить, ну, английским языком personhood, да, то есть это, оно имеет некую субъектность очень важную, да, и действительно у нас происходит сегодня в мире просто миллионы, миллиарды вот таких вот пир-то-пир взаимодействий между сущностями, которых не существует, при этом они имеют такую же субъектность, как и живые люди, да, и мы просто этого абсолютно не замечаем, потому что мы крайне привычны к этому. Соответственно, эти боты, если они станут слишком умными и слишком свободными, у них тоже могут появиться не только какие-то технологические атрибуты, но и самостоятельные, имущественные, там, или, боже упаси, не имущественные права, то есть, например, есть бот, у него есть свой собственный банковский счет, да, их режим будет близок к тому режиму, по которому работают юридические лица. Да, есть конечный бенефициар, который контролирует, наверное, в какой-то, в известной степени несет ответственность за те действия, которые выполняет вот эта вот юрфикция под названием умный бот, да, но поскольку мы все будем понимать, что это специальный режим некоторого субъекта, мы будем относиться к нему как просто к обычному участнику хозяйственного оборота, и да, действительно, таких агентов в бизнесе может становиться все больше и больше, и, ну, опять же, это зависит, конечно, от технологического уровня, который нам смогут дать инженера. Только это будет очень сильно сбивать с толку, что он вроде говорит как человек, но на самом деле не человек. Но он будет объявлять об этом, он будет говорить, что я такой-то, такой-то, вот когда, вы же, когда вам приходят деньги, допустим, откуда-то, да, или там вы пишете в чей-то адрес заявления, или вам пришло входящее письмо, организация подписывает, называет свои реквизиты, то есть она говорит, что я не, я не какой-то, я там не, руслангаря, Илона Стальник, а я директор Илона Стальник, который представляет вот этого субъекта под названием юридическое лицо, там, о-о-о-о, такое-то, такое-то. Они либо не обязаны законательно демонстрировать свои атрибуты, либо это является, скажем так, обычным делового оборота. Соответственно, с ботами появятся тоже какие-то практики, которые, как я и сказал, они будут снижать транзакционные издержки, чтобы мы там не спрашивали у бота, не задавали им каких-то контрольных вопросов и не придумали сложные капчи. Так, Татьяна, слово вам. Да, спасибо. Меня слышно? У меня короткий, возможно, немного наивный вопрос по поводу цифровых аватаров. Поскольку тексты доступны сейчас практически любому желающему, особенно в социальных сетях, и если они не защищены каким-то, ну, если другого не оговорено и либо это не какой-то патент, и они не защищены правом. То есть тексты, по сути, в том числе и разговорные варианты из социальных сетей, можно скачать через специальные инструменты и сделать цифрового аватара при жизни человека, вот как к этому относиться с этической и юридической точки зрения. Спасибо. К такой ситуации. Спасибо. Я могу здесь прокомментировать юридическую сторону вопроса, потому что в России есть довольно известное дело ВКонтакте против Double Data. Double Data это... Я забыл, честно говоря, коллеги, давно уже не обновлял для себя этот кейс, но это какой-то агрегатор, который как раз таки пользуется, насколько я помню, собирает информацию из социальных сетей для скоринга и потом перепродает возможно в рекрутинговые агентства или... что-то в этом... Банком, банком, да. Банком, да, 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 Они для скоринга перепродают эти данные. И я, возможно, упустил последнюю часть этой эпопеи, но, насколько я помню, по состоянию на лето 21-го года, кажется, тогда была, наверное, последняя инстанция, может быть, было что-то после этого, но я не освежал для себя этот вопрос. Тогда суд запретил Double Data парсить информацию из соцсети ВКонтакте на основании того, что информация, которую вы публикуете в социальных сетях, если вы обратитесь к соглашению, которое вы пользовательскому соглашению, которое вы заключаете социальной сетью, вы передаете лицензию, я не помню ВКонтакте на какая, она, скорее всего, будет не исключительная лицензия, почти наверняка, вот на тот контент, который вы продуцируете. Соответственно, ВКонтакте является правообладателем того контента, который вы публикуете. Отсюда, скажем так, даже если эта информация общедоступная и публичная, у Double Data, как у парсера, как у пользователя социальной сети в том числе, они так иначе использовали некоторые программы, видимо, для парсинга. Во-первых, это, можно было сказать, что это незаконное и несанкционированное и не предусмотрено функционалом использования веб-сайта, но они пошли по другой, скажем так, линии защиты со своей стороны ВКонтакте, они настаивали на том, что они не имели права использовать данные, базу данных, то есть как объект интеллектуальной собственности, который принадлежит социальной сети. И, насколько я помню, последние станции Double Data проиграли, вот, и ВКонтакте, в принципе, запретили им использовать эти данные. По-разному, в разных юрисдикциях вопрос регулируется, скажем так, допустим, в Соединенных Штатах не было каких-то крупных кейсов на эту тему, но и то же самое в Евросоюзе. По умолчанию действительно ситуация такова, что контент принадлежит социальной сети, но крупные кейсы, какие-нибудь, которые, я уверен, граждут в ближайшее время, они еще покажут то, что, скажем так, правомочия соцсетей, мне кажется, здесь будут слишком преувеличены ими самими, но эти данные, опять же, не будут доступны третьим лицам, они будут, скорее всего, переданы, скажем, переданы в кавычках, да, они будут переданы своим титульным владельцам, тем, кто публикует контент, и с их разрешения нужно будет эти данные собирать, скорее всего. но пока что по умолчанию ситуация такова, что соцсети здесь являются главными бенефициарами тех данных, которые пользователи загружают, публикуют в своих аккаунтах. То есть, на первую часть вопроса я, наверное, ответственник думает. Ну, здесь я скорее влачусь к практической слоне вопроса. Ну, то есть, любой человек может сделать копию цифровых данных, которые он плачал у другого человека в социальной сети либо вообще во всем интернете. Нет сложности скачать фотографии, скопировать их, загрузить на свой профиль. Нет сложности полностью скопировать все тексты и загрузить на свой профиль. По сути, он работает так же, как работает фишинговый сайт, покупая доменное имя с бел.банк. Ну, это вульгарный пример, на самом деле такого нету, насколько я помню, доменная зона банка из-за такого ата-та делает. Но в целом ты можешь создать фишинговый сайт на каком-то домене и вот подобно этому человеку кто-либо еще возможно без палсинга, возможно в очном режиме может создать копию твоей личности и использовать ее в целях фишинга, скаминга и со всеми там остановками, со всеми приколами, которые оставляют нам это явление. Я так понимаю, что в этом году у нас интеграция с госуслугами в мире соцсетей и горячо приветствую данное решение, которое, надеюсь, окончательно положит, ну, если не галаницу этой событий, но во всяком случае мы получим хотя бы четкую идентификацию, что перед нами живой человек. Это немножко пагматический момент. С точки зрения этики, ну да, нужно быть готовым к тому, что все, что мы оставляем после себя, любой цифровый след, если ланше он был плосто, имел какую-то значимость или позволял использовать то, что вы говорите каким-то злоумышленникам, теперь это может быть более автоматизировано и при большом объеме текстов это может быть частью какой-то совершенно другой стратегии взаимодействия с вашими цифровыми следами. Мне кажется, так. Я тогда задам уточняющий вопрос и будем двигаться в сторону юридической части нашей встречи, потому что я смотрю на время, что-то там осталось еще. Получается, что на сегодняшний день у нас как бы нет каких-то положений, законов регулирования, которые бы запрещали делать условно какого-то цифрового двойника человека без его ведома. То есть все кейсы, которые есть на сегодняшний момент, это больше про правообладание наборами данных между платформами и площадками. То есть пока вопрос решается только с точки зрения того, что чьи-то данные на платформе были использованы не по назначению или вообще были использованы без разрешения платформы. То есть здесь юзер остается один на один с тем, что кто-нибудь возьмет и его реплицирует и будет рассылать всем сообщение, что вышли 100 рублей, я тут на такси доехать не могу. Не совсем так, это я тут скажу это в корне неверно, пожалуй, потому что есть два аспекта. Есть публично-правовой и есть гражданско-правовый. Я о нем собственно и хотел в своем повествовании рассказать. Я могу просто предложить перейти может быть к моей части, чтобы это было неотрывочно и я так более системно наверное к этому подошел. Да, у меня там кто-то из коллег в чате верно отметил. Я вам упомянул, что ВКонтакте они получают не исключительно лицензионный контент, да, они не становятся правообладателями, безусловно, никакой уступки здесь нет, но я думаю, что это будет сейчас понятно, что я сказал только тем, кто, наверное, знаком в принципе с гражданским правом. Я, коллеги, продемонстрирую, если меня Элона позволит, разрешит, потому что мне сейчас запрещено демонстрировать экран. Сейчас, две секунды, если можно. Да, у меня есть некоторая такая концептуальная схема, которая представляет себя очень такую базовую, верхнеуровневую, пожалуй, антологическую систему, да, назову это так, каких-то ключевых отраслей права, которые так или иначе связаны с цифровыми амотарами, вообще там с объектом права, которым мы можем назвать цифровая смерть, в кавычках, как какую-то совокупность отношений. Здесь есть некоторые условности и допущения, поэтому если среди нас как бы есть специалисты с юридическим образованием, я заранее прошу просить, потому что некоторые вещи осознанно упрощены здесь для, скажем так, пущего понимания и чтобы всем было ясно, что вообще происходит и не нужно было курс гражданского права часть 2 всем проходить за мной. Начнем с того, что отрасли права, они, как правило, делятся на частно правовые и публично правовые, и я потом объясню на практике, что это означает, потому что даже в комментарии Луны звучали две вещи. Первое, это использование образа человека, с одной стороны, с другой стороны, отправка смсов, пришли деньги. То есть у нас даже на обывательском уровне нам скорее всего понятно, что это разные вещи, потому что одно, это касается скорее всего вашей репутации, того, как вас люди воспринимают, что они воздумают, а второе, скорее всего, касается того, что это, видимо, преступление, потому что это явно в виде мошенничества. Следовательно, в праве действительно все глубоко логично, и, скажем так, вот эти два казуса, они действительно являются сущностно разными. Первый является это гражданский правовой делик, второй, соответственно, это какой-то уже окажется в области уголовной ответственности. Соответственно, отрасли, как я и сказал, еще в древнее время было разделено на частное и публичное право, и мы начнем с частно-правовых аспектов, которые, наверное, нас интересуют во многом. То есть сегодня почти все, что мы обсуждали, это касалось так или иначе частно-правовых аспектов. Всем, думаю, понятно и очевидно, что право это один из социальных регуляторов, их у нас очень много, да, и понятно, что, скажем так, в классическом учебнике по теории права или, наверное, может быть, по каких-то политологических дисциплин, да, обычно социальные регуляторы пишутся в рядок, но очевидно, что есть такая довольно сильная дихотомия, есть переплетение очень сильное, одно является фундаментом другого, опять же, в зависимости от того, как мы смотрим на право, чем оно является, да, то ли это, соответственно, воля правящего класса, да, там, марксизм-менинизм, да, то ли это, соответственно, какой-то естественный закон, который был там дан нам свыше от Господа Бога, тут подходы есть абсолютно разные, но что не вызывает сомнений, да, это очевидно, это некоторые социальные регуляторы, в основе которого лежат другие социальные регуляторы, такие как мораль, религия, обычаи, инфраструктура в классических учебниках, особенно постсоветских правилушек, не упоминается как социальный регулятор, и оно не является социальным регулятором, но это фактор, который так или иначе влияет на, на право, да, на то, как оно возникает и то, как оно применяется, и сегодня вот, когда вот все, что мы говорим, да, вообще тема, которую мы сегодня обсуждаем, ее поводом, да, и, ну, скажем так, первопричиной является как раз-таки медиум в лице информационных технологий, то есть мы используем информационные технологии, и, о боже, что-то поменялось, то есть у нас не поменялись там, ну, условно говоря, там не изменилась мораль, не изменилась религия, не изменилась обычаи, но очень сильно изменилась инфраструктура, и инфраструктура заставила нас говорить о том, что право изменилось, и, возможно, появились новые правовые вопросы, правовые вызовы. В этом плане я, конечно, кому-то интересно рекомендую почитать Лоуренса Рессига, гарвардского профессора, он довольно известный, скажем так, правовед-философ на тему, скажем так, кода, программного кода как инфраструктуры, и у него довольно много интересных мыслей относительно развития вот этого соцрегулятора как инфраструктура. Но мы будем двигаться дальше. Соответственно, если мы говорим про право, а именно в частности гражданское право, то есть право каких-то гражданских отношений между субъектами, между равными субъектами – это ключевая база гражданского права практически в любой стране. Мы можем поделить гражданские правовые отношения на имущественные и неимущественные. Есть еще неимущественные, связанные с имущественными, но я бы как бы это все вещи не усложнял, тем более, что это скорее характерно для, скажем так, правых систем романа Германской семьи против той же самой Российской Федерации. То есть все постсоветские страны, они к ней присоединяются. Но для милосаксонских, скажем так, далеко не все концепты эти сформулированы, там есть другие аналоги. Собственно, что является ключевым дифференцирующим параметром для имущественных и неимущественных отношений, это, собственно, наличие имущественного элемента. То есть есть ли у нас что-то, за что, по сути, мы, скажем так, можем заплатить. Имущество – это не только вещь, это очень важно понять, это не только физическое что-то, то есть что есть в реальном мире, в том числе это могут быть некоторые, скажем так, имущественные права. Они могут быть там уже вечными, обязательственными и так далее, и так далее. Опять же, мне постараюсь не усложнять. Но то есть если есть что-то, за что у нас есть некоторые договорные отношения, либо абсолютное отношение против права собственности, когда мне что-то принадлежит, да, значит, мы ведем речь об имущественных отношениях. И, соответственно, ну, может быть, параметры несколько некорректны, потому что я тут добавил буквально только что третий блок, и здесь, наверное, можно так сейчас успешно стереть. Есть, по сути, некая другая параметризация, да, которая дифференцирует те отношения, которые у нас есть, и они там, в том числе, выходят немножко за пределы гражданской правы. У нас есть отношения, которые касаются интеллектуальной собственности, у нас есть отношения, которые касаются имиджевых прав, и у нас есть отношения, которые касаются вопросов профессиональных данных. То есть это частично завязано на гражданско-правых отношениях, частично на публичных правовых. Когда мы говорим про цифровых двойников, когда мы говорим про цифровую смерть, у многих неспециалистов в области права, к которым я, кстати, себя не отношу, потому что я не являюсь практикующим юристом, сразу необходимо говорить, скорее интересующийся эксперт, необходимо отметить, что для специалистов это глубоко понятные вещи, и что их не нужно путать между собой, потому что каждая из них, она затрагивает определенный отдельный корпус законодательства, определенный отдельный спектр правоотношений, и, соответственно, регулирование их тоже различно, и последствия, например, нарушения этих регуляций, они тоже различны. Где-то они остаются в гражданской правовой плоскости, то бишь мы находимся в рамках каких-то гражданских правонарушений, то есть нарушили ваше право интеллектуальной собственности, вы подаете иск, запрещаете использование объекта, запрещаете незаконное использование объекта право интеллектуальной собственности, получаете какую-то компенсацию. Либо же, например, это может выйти в публичную правовую плоскость, когда нарушение стало слишком жестким, да, слишком тяжкие, общественно опасные, возможно, последствия наступили, тогда здесь уже вступает в силу государство, и, в принципе, во многих странах, в том числе, есть статьи, которые предполагают уголовное преследование как за нарушение интеллектуальной собственности, так и за нарушение имиджевых прав, так и за нарушение прав пользователей на персональные данные. При этом крайне важно отметить, ну, чтобы вот я совсем не удалялся в какие-то очень далекие измышления, так называемая трансферабилити, да, трансферабельность, то есть возможность отчуждения вот этих вот прав, да, она тоже разнится на самом-то деле. Некоторые из них являются вполне себе отчуждаемыми в некоторых правовых системах, а некоторые нет. И это зависит, на самом деле, от различных этико-философских подходов той или иной юрисдикции. Например, интеллектуальная собственность, да, у меня вот, может, даже немножко ниже, да, отметить, подвинуть нашу схемку, да, она тоже делится, по сути, ее отношения делятся на имущественное, на неимущественное, да, вот как, ровно как здесь. То есть у нас интеллектуальная собственность, отношения могут быть неимущественные, могут быть имущественные, аналогично в имиджевых правах, неимущественные, имущественные, и тоже самое в правах на персональные данные. Я, может быть, здесь не совсем корректно с точки зрения российского законодательства и науки, но если брать общий мировой тренд, куда примерно все идет, и такую усредненную температуру по больнице взять, то примерно во многих юрисдикциях это так. Так. Отсюда, соответственно, возникают абсолютно разные вопросы. Пример имущественных правоотношений, например, интеллектуальной собственности. Это как раз-таки возможность издекать некоторую выгоду из объекта интеллектуальной собственности. Вот то, что мы сегодня обсуждали. Собирается какой-то корпус данных, например, социальной сети, и потом, соответственно, эти данные, из них генерируется при помощи машинного обучения некоторый продукт, за который потом пользователи платят. Если эти данные были собраны незаконно, и они являются объектами интеллектуальной собственности, который принадлежит по какой-то лицензии, исключительно-неисключительной лицензии, либо полным правообладателем является заявитель, который узрел в некоторое нарушение прав, то в этой ситуации он может сказать, перестань извлекать выгоду из моих объектов интеллектуальной собственности, перестань продавать своих чат-ботов, потому что ты пользовался моими данными, которые, по сути, стали основой этого чат-бота при машинном обучении, незаконно. Опять же, есть и неимущественно правовой аспект. Например, хороший пример – это, допустим, различные дипфейк-истории, которые мы сегодня потенциально можем видеть в кинематографе. Здесь очень плотно переплетается интеллектуальная собственность и имиджевая права, потому что, как правило, там будет двойное нарушение. Если вы, допустим, захотите взять какой-нибудь старый советский фильм и туда везде напихать безруково, но при этом на этот фильм у правообладателей, я, правда, не уверен, что сейчас есть правообладатель и физическая лица на фильм, им это маловероятно, ну, допустим, представим, что такое есть, да, то, соответственно, их наследники, они могли бы сказать, что нарушены неимущественные права, поскольку, допустим, некоторый сценарист, режиссер, постановщик, да, он сформулировал вот это произведение, и одним из неимущественных прав является право на, скажем так, неизменность и целостность произведения. То есть нельзя, допустим, выкидывать оттуда какие-то куски, либо добавлять какие-то новые, разбавлять, да, соответственно, тем самым нарушая изначальный авторский замысел. То есть это вот как раз-таки пример неимущественных прав, то есть когда что-то связано, скажем так, с этическо-моральными аспектами, либо с репутационными аспектами. Или, например, как пример нарушения имиджевых прав, когда мы можем взять, опять же, там, Марлона Брандо и поставить его лицо в сериал «Бригада» на место героя Безрукова, и у нас будет Саша Белый и Марлон Брандо. Но так не выйдет, потому что имиджевые права Марлона Брандо, они охраняются, соответственно, его наследниками. То есть по законам штата Калифорния, резидентом которого был Марлон Брандо, если не ошибаюсь, по-моему, 70 лет после его смерти, соответственно, его имиджевые права охраняются. Но как только 70 лет эти пройдут, возможно, мы увидим Марлона Брандо в самых неожиданных ролях. Вот. Это, как бы, вот я пытаюсь показать, соответственно, разные там аспекты имущественно-правовые, там, неимущественно-правовые, да, которые могут возникать. Ну и персональные данные – это тоже довольно интересный аспект, потому что с ними все гораздо сложнее, и они действительно имеют очень разный правовой режим разных стран. Если в Соединенных Штатах Америки персональные данные являются коммодити, да, то есть там сейчас правовая мысль немножко постепенно движется в сторону цивилизованной, скажем так, общепринятой точки зрения на персональные данные, но по-прежнему персональные данные являются коммодити, которые можно без проблем продать, вот просто взять и отдать кому угодно в любой момент, и потом, соответственно, уже не забрать обратно. То в Европейском Союзе персональные данные являются, скажем так, по сути права на сохранность и использование персональных данных является неотъемлемым правом человека, которое зафиксировано в европейских акциях. Соответственно, президенты Евросоюза могут в любой момент отозвать свое согласие на использование персональных данных у бизнеса. Это очень принципиально разный момент и разный подход на имущественную сторону персональных данных. И, соответственно, вот эти вот этико-правовые аспекты, которые лежат в основе decision-making той или иной юрисдикции, они оказывают вот прямо непосредственное влияние на цифровую смерть, на двойников, как вот объект права. Потому что, вот как мы и говорили, я вижу, что здесь действительно есть вот три таких вот столпа, да, о которых необходимо утверждать. Это вопрос интеллектуальной собственности, потому что мы можем использовать некоторые данные, которые могут быть объектом интеллектуальной собственности. Это вопрос имиджевых прав, это, по сути, образ, репутация, некоторые привычки человека. То, что как-то его характеризует и выделяет. В США это называется, соответственно, right of publicity, у них немножко другой термин, но в Европейском Союзе, например, это учитывающий термин имиджевого права. И права, соответственно, персональные данные, потому что некоторые из данных, которые могут быть объектом превращения цифрового двойника, они могут быть далеко не публичными. То есть персональные данные, это, соответственно, те данные, которые тем или иным образом характеризуют и идентифицируют лицо. Да, и далеко не все из них, опять же, широко доступны, да, опять, вот. И, следовательно, у них есть, скажем так, тоже определенный правовой режим охраны. Вот. Попробую я как бы сейчас весь винегрет подсуммировать, да, на виде каких-то таких очень базовых кейс-стадий, которые предложены, да. Начну, наверное, пожалуй, не со споров, а просто примеров, да. Дипфейк-маски, которые я уже частично упомянул, началось все с Высоцкого, да, и, наверное, продолжилось уже, сейчас мы видим, кучу всяких фанфиков на тему того, там, накладывают Сильвестер Ставроне на Шварценеггера в Терминаторе, да, и там много чего уже интересного делается при помощи дипфейк-видео. И уже, особенно в России, в России, действительно, в плане кинематографа, пионер, по-моему, и актер Галкину уже тоже появился в недавно одном из шпионских фильмов про Вторую мировую войну, да, и это как раз-таки вот отличный пример, скажем так, одной из граней цифровых двойников, визуальных граней, где-то, возможно, там, грани голоса. И здесь, действительно, есть сразу несколько вот таких, скажем так, осей правового регулирования. Первое – это, соответственно, актер Галкин как персонаж фильма, то есть он используется, то есть как объект интеллектуальной собственности, то есть то, что он говорит, как он это говорит, реплики, которые он говорит и так далее, и так далее. Это образ его, соответственно, который был, там, например, нарисован каким-то там художником, костюмером и так далее, и так далее. Его имиджевые права, то есть это его собственное лицо, это его голос, это какие-то, возможно, отдельные мимические элементы, это в том числе, возможно, какие-то его повадки и привычки. Да, ну, про персональные данные мы здесь говорить не будем, здесь, наверное, пожалуй, этого аспекта. С голограммами примерно точно такая же ситуация, думаю, здесь все более-менее понятно, особенно известные музыканты, появлялся уже и рэпер Тупак Шахур и Майкл Джексон. Соответственно, для Соединенных Штатов достаточно простая ситуация, у них есть довольно старое и отработанное законательство об имиджевых правах. В России тоже есть соответствующая норма в Гражданском кодексе, и, ну, тоже вроде как, я, по крайней мере, не слышал про какие-то прецеденты, вот, где возникали какие-то действительно серьезные, сложные правовые коллизии по нарушению имиджевых прав. Но такие коллизии были, например, в Германии. В Германии у нас, вот, у меня есть два кейса, которые я здесь привожу, да, это первый кейс, который связан с Марлен Дитрих, который, скажем так, не то, что образ которой, да, но произведение которой, музыкальное произведение которой, имя которой было использовано в рекламном ролике. К сожалению, я ролик не нашел, я только читал, соответственно, синопсис дела, да, но, исходя просто из синопсиса, предполагалось, что в ролике было, ну, ролик просто 98 или 99 года, невыдивительно, что его трудновато найти в интернете. Да, предполагалось, что была некая рекламная кампания определенной марки автомобиля, модели автомобиля, которая создавала образ того, что Марлен Дитрих поддержала бы вот такой вот Opel. То есть она бы сказала бы, что он хороший, что это там германское наследие, что там соответствует духу, и все создавало впечатление, как будто бы Марлен Дитрих одобряет вообще, скажем так, коммерческую реализацию этой марки. На что, соответственно, дочь Марлен Дитрих, будущей наследницей, да, абсолютно, в отсутствии какого-либо корпуса имиджевых прав, она сослалась на Конституцию Германии, на основной закон, подала иск и, собственно, дело выиграла. И выиграла, по сути, у автомобильного концерна дело, запретив, соответственно, дальнейшее распространение данного видеоролика. То есть она защитила имиджевые права уже умершего человека. Вот, что довольно близко и понятно, в принципе, российской правовой системе, потому что германская крайне похожа. В качестве основания для иска и победы это, по сути, была защита неимущественных прав, прав на личное достоинство, приватность и прочее-прочее, из которого, собственно, имиджевые права и потекают. Второй кейс также был в Германии, он касался вопросов универсального правоприемства в части наследования прав на аккаунт. Девушка, я боюсь ошибиться, я не помню, в каком она была возрасте, но она покончила жизнь самоубийством, и стал вопрос о том, кто является, соответственно, дальнейшим пользователем аккаунта. Немногие знают, что когда мы регистрируемся в социальной сети, мы подписываем кучу пользовательских соглашений. То есть мы вступаем в некоторые правоотношения социальной сети. И в этих соглашениях может быть написано абсолютно все, что угодно. Что вы отказываетесь от этого, что вы соглашаетесь с вот этим, что в случае вот этого вы делаете вот это. То есть там могут быть абсолютно кабальные условия, просто опт-ин-схема, вы соглашаетесь со всеми ими. И, насколько я помню, в этом деле предполагалось, что в случае смерти аккаунт остается, соответственно, ну, все данные, которые есть в этом аккаунте, они, соответственно, передаются в Facebook, они полностью принадлежат Facebook, да, и, соответственно, аккаунт как учетная запись, как набор данных, он остается в дальнейшем пользовании социальной сети. На что, соответственно, с чем не согласились наследники девочки или девушки, ее мать подала иск, в котором она указала, что она является правоприемником своей дочери. То есть в первую очередь, да, и она сказала, что я, соответственно, могу унаследовать в том числе в рамках универсального правоприемства не только ее имущество, то, что от нее осталось, но и, соответственно, некоторые ее договорные отношения, которые у нее были с различными социальными и социальными. То есть вот это есть как раз-таки интересный аспект наследования, то, что мы наследуем не только вещи, да, но мы можем наследовать определенные обязательства, которые были у умершего лица. И, соответственно, мать подала этот иск, и она дело выиграла, и Facebook предоставила ей доступ к аккаунту. Я не знаю, как была обставлена сама процедура передачи доступа, вот, но, тем не менее, это довольно такой значимый кейс, когда в Европейском Союзе его достаточно много обсуждали, он, в принципе, сейчас положен в ключевую практику правоприменения в Евросоюзе. То есть, скажем так, в рамках универсального правоприемства, да, наследники могут вас заменить, да, и, получается, получить доступ к вашему аккаунту, соответственно, к вашим имиджевым правам, к вашей интеллектуальной собственности, которую вы генерировали, и к вашим персональным данным, что немаловажно. Это все, что касалось частно-правых каких-то аспектов. Там есть еще публично-правые аспекты. О, да, я про это хотел сказать. Да, да. Они просто, они действительно гигантские, их можно обсуждать просто часами, но мы уже частично их затрагивали, да, это вопрос того, например, насколько этично, когда наш цифровой двойник не говорит о том, что он не живой, да, и эти вопросы, они абсолютно нерешаемы на частно-правом уровне. То есть мы не можем заранее договориться о том, что ты мне будешь говорить, живой ты или нет, если вы не вступили в первый контакт уже с этим двойником ранее, да. Следовательно, здесь должен быть некоторый публично-правовой аспект, который считает, что является этичным, а что является неэтичным, что является экономически эффективным, что является экономически неэффективным, потому что право, оно смотрит на разные аспекты. То есть, как правило, по умолчанию таким дефолтным значением, да, является экономическая эффективность, хотя кто-то может сказать там из таких институционалистов, что там частный интерес отдельных институтов, там их какая-то персональная выгода является первичной. Ну, по умолчанию скажем, что все честные, все преследуют максимальную эффективность. Но рыночная эффективность, она не всегда возводится в абсолют. Мы знаем огромное количество технологий, которые так или иначе были заторможены правом в самом зародыше. Некоторые из них менее обоснованы, как автомобили, например, которые там в начале 20 века их там, извините за термин, там гибали в крифе в козь, да, там говорили, что там в Питтсбурге, в штате Питтсильвания было закреплено о том, что нужно, чтобы ездить автомобиль, и рядом с ним должен идти человек и размахивать флагом, то есть флажками показывать, куда автомобиль едет. То есть это полностью восстанавливало использование автомобилей в штате Питтсильвания. Но и были такие технологии, которые до сих пор имеют достаточно спорный этический и, возможно, экономический эффект, как, например, клонирование. То есть после того, как появилась речка доли, я могу ошибиться в 98-99 год, буквально сразу же, в 99-м или 2000-м в Европейском Союзе было принято регуляция о запрете клонирования людей. То есть на это была просто поставлена твердая точка, любые эксперименты были запрещены. Даже несмотря на то, что, возможно, это хорошо, да, но отдельные правовые системы, например, Китай, например, они активно отвечают этот вопрос и активно с ним работают. Аналогичная ситуация у нас здесь, да, у нас есть, возможно, наши чат-боты-ассистенты, у нас есть, возможно, цифровые двойники людей, которые умерли, да, и, очевидно, да, если мы делаем такое рациональное правоприменение, проектирование права рационально, мы должны подумать о будущих эффектах. Но я с известной степенью уверенности могу сказать, что никто не будет знать этих будущих эффектов, они слишком сложны, слишком непонятны и слишком непредсказуемы. И, наверное, единственный способ как-либо понять вообще, как это будет работать, да, это какие-то правовые эксперименты, которые, ну, просто вот, скажем так, по всем нормальным научным методологиям надо вести не один год. То есть надо брать какие-то контрольные группы, надо проводить бесконечные КСДФ-интервью, необходимо, чтобы психологи работали с, скажем так, теми, кто работает и с чат-ассистентами, как они себя чувствуют, да, и, наверное, в том числе с умершими, да, соответственно, какими-то ботами и колонками. И только потом принимать решения. Но это осторожный подход. Возможно, рынку как бы нужно двигаться быстрее, и это уже выбор отдельных юрисдикций. Да, вот теперь у меня уже точно все. Спасибо. Так, я вижу руку Андрея Воробьева, господи Романова, и есть еще у кого-то включенный микрофон, видимо, тоже какая-то реплика. Давайте начнем с Андрея. Добрый вечер еще раз. Вопрос к Алексею. Алексею вы говорили про то, что вот в Европейском Союзе был кейс по поводу наследования договорных обязательств. Что это вот характерно только для Европы или в России такая же самая система? К сожалению, я вот не подскажу, потому что, скажем так, я искал, но я не нашел. То есть, смотрите, с точки зрения базовых принципов универсальное правоприемство есть и в России, оно по умолчанию работает. Но я, к сожалению, не нашел каких-то публично доступных, хорошо сформулированных судебных дел, где действительно был бы спор, и суд, соответственно, вынес какое-то качественное решение. Я допускаю, что сейчас, я не знаю, честно говоря, какая практика, я наблюдал за аккаунтами умерших людей, и насколько я понимаю, что в службе поддержки у них есть отдельные свои протоколы, и где-то они решают ситуацию ad hoc, где-то у них есть определенный алгоритм передачи аккаунтов в пользование, возможно, наследникам, правоприемникам. Вот. Скажем так, чтобы был какой-то спор, я, к сожалению, российской практики такой пока не видел. Может, плохо смотрел. Ну, у нас просто этот вопрос возникает очень часто вот в той области, которой мы занимаемся, и в области дальних времен, это, в общем-то, ситуация, можно даже сказать, стандартная. Потому что, в отличие от, значит, имущественных прав на аккаунт в социальной сети, хотя, в принципе, там тоже такая же ситуация возникает, если беничность достаточно известная, право на доменное имя наследников, ну, как бы, с законом особо не защищается. И мне кажется, что позиция наших юристов, которые в этой области работают, она говорит о том, что нет, конечно, никакого права у вас нету, и да, и там, спасибо, до свидания. Значит, договор закончен, забудьте, так сказать, через какое-то время этот домен может быть зарегистрирован другим. Но я уверенно сказать не могу, потому что как-то я это не отслеживал специально, думал, что вы можете мне прояснить эту секцию с общеправовой точки зрения, спасибо. С общеправовой точки зрения, вот если про чисто дефолтные нормы, да, вот гражданское правозаконательство, я здесь, наверное, сделал очень важный дисклеймер, да, я получал базовое юридическое образование в Белоруссии и в Великобритании, но я работал некоторое время в России, и, в принципе, довольно неплохо знаком с контекстом, хотя не берусь утверждать, что я действительно сильный специалист в российском праве, но по умолчанию здесь нет никаких препятствий для универсального правоприемства, если только нет некоторых специальных норм, потому что могут быть какие-то интересные постановления российского Минцифраза или еще кого-нибудь, да, где-то там написано там маленьким мелким шрифтом в каком-то там непонятном пункте, да, который уточняет, но, опять же, эти пункты, они не должны противоречить закону, потому что если они противоречат, то, соответственно, они имеют меньшую силу, и, ну, здесь как бы это довольно частая история, когда люди на местах, они смотрят очень узко в вопрос, а не руководствуются общегражданскими принципами, это проблема в целом в юридической профессии, наверное, не только в России. Ну, просто у нас вокруг этого вопроса бьется очень много юридических умов, я бы так сказал. Вот Андрей Олеников приводил пример, что там у того регистратора, когда он раньше работал, есть соответствующая процедура, за которую они берут деньги, и, честно говоря, если они берут деньги, значит, это... Имущественные отношения. Ну, это обычно договорные имущественные отношения. То есть, в случае с доменными именами, я извините, что я превращаю это как бы в консультацию, может быть, мы просто как-то подзакруглим, да, и перейдем к следующему. Ну, это на самом деле хороший вопрос, потому что он частично и касается, в принципе, и аккаунтов в том числе, да, потому что многие, ну, скажем, юристы, наверное, в меньшей степени, но я среди юристов встречал тоже такую позицию, многие считают, что учетные записи, и в том числе права на доменные имена, они являются объектом вечных прав, как говорят, владелец доменного имени, владелец аккаунта. Но на самом деле, если так строго говоря юридически, да, владелец – это, по сути, название субъекта, который, скажем так, обладает некоторым имуществом на основании абсолютных каких-то вечных прав. То есть это вот я владелец стола, я владелец компьютера. Но в случае с доменными именами с аккаунтами я не являюсь владельцем. У меня есть договор с другой стороной, в рамках которой она оказывает мне услуги. То есть аккаунт – это, по сути, в соцсети – это услуги. Доменное имя – это услуги доменного регистратора в пользу какого-то лица, который владеет некоторой учетной записью и некоторым, соответственно, именем, да, в рамках доменных имен, в силу этого реестра. То есть здесь принцип достаточно, ну, и здесь необходимо руководствоваться общими принципами. То есть есть заказы о наследовании российское по умолчанию, да, и если нет каких-то специальных изъятий из этого заказы, да, то есть нормы все работают дефолтные, вы просто приходите как наследник, вступаете, и вы вступаете во все договоры в рамках универсального правоприемства. И это касается абсолютно всех аккаунтов в соцсетях, и в том числе доменных имен. У меня тоже есть вопрос. Давайте. Потому что мы хотели еще поговорить немножко за темой метавилса, но вот как у вас это отличный последний переход к этой теме. У нас есть интеллектуальная собственность, имиджевые плава, пилсуха. Вот, Алексей, ты их все назвал. Насколько метавилс, подразумевая, ну, в идеальном мире того, что нам обещал Малк Цукелбелк, отличие принципиальное от лаботы Second Life, либо любой другой иглы, в том, что цифровой двойник, либо бот, который создаем мы, будет достаточно долгое время вести себя независимо и совершать те или иные действия, которые не будут зависеть от тебя. То есть, вилтуальные боты, клолики будут есть вилтуальную тлавку, у клоликов будут есть вилтуальные лица. Все это будет некая система. Принципиальное отличие метавилса, который нам обещают, или который нам рисуют некие там ребята из Nvidia, либо ребята из Facebook, в том, что это будут вилтуальные милы, в котором, в отличие от MMO и LPG, будет своя собственная жизнь и подчиняться своим плавилам с искусственным интеллектом. Насколько мы можем в связи с этим говорить, может ли бот либо и нести ответственность, уместно ли словнение с судами над животными, которые были в средние века, когда вешали или судили свиней, или кул, или коем-нибудь еще, насколько бот может быть новым субъектом плава? Да, это вопрос крайне многогранный, потому что, скажем так, право, да, она... Субъектность, правая субъектность, она влечет за собой несколько ключевых составных элементов, такие как правоспособность и дееспособность. Некоторые еще выделяют деликтоспособность, но это некоторые включают дееспособность там по-разному, уже как с какой стороны посмотреть. Правоспособность – это какие права я могу иметь, в принципе, гражданские, дееспособность – это что я могу делать, как, соответственно, субъект гражданского права, да, и деликтоспособность – это могу ли я нести ответственность за свои действия. То есть, например, дети малолетние, там, вот, как правило, до 7 лет, да, там, 5-летние, они в терминах гражданского права, они правоспособные, но они недееспособные, то есть они не могут вступать в сделки за исключением каких-то самых мелких, да, вот, а, соответственно, они не могут нести ответственности, потому что они этого, ну, делают, да, но несут за них ответственность родители, это классическая ситуация, что там вы разбили камни в окно, а заплатили за вас не вы, а ваши родители, вот, в случае с животными они не являются субъектом права, в современной по гражданской правовой парадигме они являются вещью, вот, то есть, то бишь, объектом права, но история знает довольно интересный пример, такой субъектно-объектной сущности, и она называется рабы, рабы в древнеримском понимании, это абсолютно реальное замечание, да, это говорящие орудия, да, это то, что является одновременно объектом права, но при этом раб по, там, всем кодексам, да, вот, Андрей Роман подчеркивает, что за хлебом можно послать малолетик, то есть, мелкие сделки, о чем я, собственно, говорю, да, но рабы могли делать еще больше, они могли представлять интересы своего хозяина, то есть, они могли совершать очень много сделок, в том числе крупные, если они были на это уполномочены, и это достаточно интересная сущность и интересный феномен, и тут надо, как бы, обращаться уже к наследию, там, не знаю, Ульпиана, Павла и прочих-прочих римских юристов великих, да, но мне кажется, что история с ботами, она может выйти вот на достаточно похожую колею, если они будут достаточно дееспособны не в правовом смысле, а в функциональном смысле, то есть, если они выйдут за рамки прикольных приложений и начнут принимать достаточно самостоятельное, проактивное решение, будут выстраивать свои стратегии, тогда возникнет очень-очень важный вопрос, кто отвечает за действия этого агента, то есть, мы не будем, мы называем его пока что субъектом, в правовом смысле, мы называем его просто агент, да, сегодня наши самоуправляемые по вузке, да, не знаю, как их иначе назвать, автомобили, да, которые имеют достаточно уже высокий, там, третий тир автономности, да, происходит достаточно серьезная ситуация со сложностью понимания того, что стало причиной того или иного решения автомобиля, и когда мы дойдем до того уровня, когда пользователю не нужно будет держать руки на руле, да, и он не будет нести ответственность за то, куда автомобиль врезался, станет очень большой вопрос, да, там, и там возникает проблема вагонетки, да, классическая, там, когда у вас на одной стороне, там, лежит на рельсах один человек, на другой пять, кого должна ли вагонетка задавить, а если на одной стороне пять преступников, а с другой стороны один ребенок, да, кого она должна задавить, да, и здесь возникает очень большой вопрос с ответственностью, потому что владелец автомобиля, собственник его, либо ориентатор автомобиля, неважно на каком титуле он им владеет, тот, кто, по сути, пользуется им в данный момент, либо дал задание откуда-то отправиться по какому-то маршруту, он не понимает, как этот автомобиль принимает решение, следовательно, отсутствует прямая причинно-следственная связь между волей лица и какими-то последствиями, в том числе общественно опасными последствиями, которые могут поступить в результате наезда этого автомобиля на чью-то собаку или посередине с какого-то человека. Вот. Здесь, на самом деле, то, как происходит, вот тот тренд, который мы видим сейчас в области самоуправляемых автомобилей, он, на мой взгляд, достаточно суров, но справедлив. Автомобили, по крайней мере, Daimler об этом уже неоднократно заявляли, да, что автомобили будут, скажем так, давить тех, у кого меньше страховой полис. Ответственность, очевидно, переходит от владельца автомобиля, от того, кто контролирует автомобиль, к автопроизводителю, потому что он определяет то, как работают мозги автомобиля, он определяет, какие сенсоры у автомобиля, как они воспринимают информацию, как они ее обрабатывают, какие решения, соответственно, автомобиль принимает. Естественно, концерны будут страховать свою ответственность, они не будут готовы платить миллиарды долларов постоянно из своего кармана, они будут с огромным удовольствием страховать свою ответственность, и сама экономика, сама жизнь, если только регуляторы не поступят иначе, подплотнет их к тому, чтобы проблема вагонетки решалась исключительно с точки зрения эффективности экономических последствий. То есть, чем меньше экономического ущерба наносит наш автомобиль, соответственно, тем лучше. При этом, скорее всего, будут заложены некоторые дефолтные значения, в том числе, как это и было у Азимова в Robot Dreams, это было в одном полном из рассказов. По умолчанию самым базовым правилом будет являться безопасность пассажиров. То есть, можно задавить 10 человек, но главное – спасти пассажиров, потому что это важно с точки зрения маркетинга, это, в принципе, относительно приемлемо и этически, да, все остальное, соответственно, уже на усмотрение страховой компании. Я вернусь буквально на шаг назад к вопросу относительно того, а вот субъектная объектность. Если мы представим, что наши боты стали достаточно дееспособными, они проактивны, они являются реальными экономическими агентами, они управляют банковскими счетами, либо мы там ушли в Web3 экономику, они управляют некоторыми там криптовалютами, блокчейн-аккаунтерами, что, скорее всего, будет намного удобнее и быстрее с точки зрения адопшена для интернета вещей, возникает как бы вопрос, контролирует ли полностью человек стратегию поведения этого бота, и понимает ли он, что происходит, понимает, почему он сделал то или иное решение. Я боюсь сказать, что, скорее всего, владелец вот этого раба, цифрового раба, он все еще не будет понимать, почему этот раб принимает такие решения. И, скорее всего, шифт ответственности будет так или иначе сдвигаться на поставщиков этого продукта. Подобный подход является достаточно логичным и комфортным для, например, регуляторов Европейского Союза, которые в любой непонятной ситуации предлагают оштрафовать информационного посредника. То есть, что бы ни произошло, виноват во всем Google, виноват во всем Facebook, виноват большая компания, которая является провайдером секрса. Частное лицо ничего не знало, ничего не видел, ничего не понимало и так далее. Я думаю, что эта ответственность будет либо разделена между владельцем и компанией, но установление причинно-следственной связи в каждом случае будет очень дорогим. Поэтому гораздо проще передвинуть ее в сторону компании, застраховать ответственность, сделать использование этого сервиса более дорогим. Это будет положено в цену, которую заплатит покупатель, и все будут довольны. Я абсолютно согласен с том, что ты упомянул лобов. Я тоже хотел их вспомнить. Потому что, конечно, эта ситуация с слабовладением, она очень и мне напоминает сложившуюся ситуацию. В чем мне не нравится плавление вагонетки? То, что это очень хороший пример, где понятно, что происходит. Понятна опасность, понятно углы за жизни и понятно события и поступок. Он очень четко выявлен, прям как в учебнике. Боюсь, что перед нами откроется чудесный мил вилтуальной реальности больших вилтуальных милов с твоим персональным вилтуальным ботом, который будет совершать преступления по взаимодействию с другим вилтуальным ботом, принадлежащим мне, например. Вот это взаимодействие двух лобов, оно будет в некой коллизии, которому не очень понятно, кто действительно несет на нее ответственность. Так как бы поставщик не сможет взять на себя ответственность, потому что поставщик – это сама вот эта вилтуальная платформа. Поэтому перенести шифт на него, они будут всеми путями отходить от этой ответственности. Но их заставят. То есть я вот о чем и говорю, да. Их типа заставят, но так как преступление совершает бот, он пишет, например, вульгарный комментарий, нарушающий административное законодательство той или иной слоны другому боту, другого человека, и это инклопретируется кем-то каким-то образом, как преступление. Вот это, мне кажется, кейс, который будет чаще всего возникать, и которому не будет такого явного ответа, как в случае вагонетки и электромобиля. С метафорой лоба я абсолютно согласен. Конечно, цифровые доводники – это нечто то, о чем писали античные авторы слабо-ладельческого общества. Я здесь, наверное, сделаю некоторую корректировку относительно таких вот бот-ту-бот взаимодействий. Мы же можем, опять же, использовать, скажем так, животных в качестве некоторой аналогии, которая, мне кажется, она не будет страдать какими-то проблемами объема, эта аналогия. Если ваша собака, там, большая собака, Старфорд загрыз какого-то там маленького йоркширского интерьера, вы будете, как владелец Старфорда, отвечать не потому, что собака загрызла собаку, а потому, что ее хозяин, владелец того йоркширского интерьера, он пострадал. Это проблема, то есть, скажем так, право не вмешивается в ситуацию, когда субъекты права не взаимодействуют. Если взаимодействовало два объекта, и они между собой что-то там не поделили, это их взаимоотношения, погрызли собаки во дворе. Право здесь вообще никак не реагирует на это, да? Право начинает реагировать, когда у собаки был владелец, и он персонально пострадал. Если он считает, что он не пострадал, то тогда право не реагирует в этой ситуации, потому что не защищает свой законный интерес. Отсюда я думаю, я думаю, что вот-то взаимодействие, они будут каким-то образом регулироваться, только если будет сторона в лице человека, ну, либо другого субъекта права воспринимать это. Может, это будет юрлицо. Первый лицо тоже могут подавать иски, и, соответственно, в некоторых юрисдикциях подавать заявление о возбуждении уголовных дел и так далее. Вот. Это первое. Второе. Второе, второе, второе. Относительно мы говорили по поводу первого аргумента. Извини, я забыл. Ты сказал то-бот-то-бот взаимодействие. Второе. Не будет понятно. Сама шифт на производителя. Да, 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 извини, вспомнил, вспомнил, относительно ответственности. Я тоже считаю, что с ответственностью производителей все очень сложно, особенно если пользователям будет некоторая возможность модифицировать продукт. Когда мы говорим про автомобили, вот эти вот, которые ездят сейчас, да, самоуправляемые, пользователь не имеет права вообще вмешиваться в функционал автомобиля, он достает функционал из коробки и пользуется им. То есть он не имеет права вообще никакие модификации совершать ни с сенсорной частью, ни с компьютером управления, ни с ПО, ни с чем. Но если пользователь получит доступ и возможности к некоторой настройке продукта, к некоторой настройке, возникнет довольно интересный казус, потому что производители этих продуктов, они могут прямо сказать, да, и они могут на уровне регуляции, каких-то там сенатских слушаний, больших, говорить, что вот этот функционал мы гарантируем, что он стабильный, безопасный из коробки. Как только начинается какая-то модификация, мы не можем гарантировать вообще никакого эффекта. И в этой ситуации действительно будет справедливым перенос ответственности на пользователя. А то, что достается из коробки, я убежден, и это опять же по примерам самоуправляемых автомобилей, чат-ботов, ответственность здесь точно будут нести производителей этих продуктов, просто потому что это дешевле и проще всего. Это, конечно, плохо с точки зрения антитраста, ну, я имею в виду антимонопольных каких-то вещей, потому что это концентрирует рынок. Фейсбуку очень нравятся вот эти вот регуляции, которые сейчас появляются многочисленные, там, относительно контроля. Например, в Европейском Союзе информационные посредники обязаны контролировать чистоту контента, который публикуется, то есть используя своих алгоритмов на предмет чистоты объектов интеллектуальной собственности. Выложил картинку, Фейсбуку должен проверить, не украл ли ты ее где-то. Фейсбуку очень удобные такие регуляции, потому что они отсекают значительную часть рынка, которая может быть компетит, то есть какие-то андер-ачиверы, которые вот просто хотят ворваться на рынок, но и просто эти регуляции их остановят. Следовательно, и здесь такая же ситуация. Многие игроки, они могут быть заинтересованы в достаточно жестких регуляциях к качеству продуктов на базе машинного обучения для того, чтобы просто не пустить конкурентов. Да, это понятно. Я вынуждена к вам вклиниться в диалог, потому что мы следим за временем, осталось минут 15, даже меньше. И я хочу задать вопрос, наверное, последний в рамках нашей дискуссии, и немножко уйти от правовых вот этих вопросов колледий к этике. Тут, наверное, больше вопрос к Виталию. Давайте представим, что вот наступил наш метаверс, да, там произошло какое-то дикое развитие технологий, все это стало супер доступно, вот все там наши цифровые боты, аватары ходят. Ну и так случается, естественно, да, все люди смертные. В общем, реальный человек, его уже не существует, но остается какая-то цифровая копия, которая живет в этом метаверсе дальше. Ну, или в какой-то другой виртуальной реальности. И вот здесь как бы вопрос, наверное, такой, были ли какие-то исследования, или они, может быть, идут. Вот как это будет восприниматься ныне живущими, вот с точки зрения, не знаю, психологии, этики. Вот для кого-то, допустим, это тяжело, да, видеть какую-то цифровую копию человека, которого уже с нами нет, но вот это близкие родственники, или кто-то еще. Или какие-то более общественно значимые вещи. Например, это был какой-то убийца в реальной жизни. Да, его там, не знаю, посадили или приговорили к смерти, вот если это какая-то страна, в которой есть смертная казнь. Ну, и вот цифровая копия живет, да, вот как бы что с этим делать. И вопрос, да, вот как бы, если некая общественность, да, считает, что вот этой цифровой копией быть не должно, как эти отношения будут регулироваться вообще? Об этом вообще вот как бы думают с точки зрения вот исследований? Или пока это какая-то серая зона? Ну, давайте пойдем от того, что существует уже на данном этапе. Последние 20 лет в том или ином виде вилтуальные мемориалы и вилтуальные кладбища так или иначе создавались. Создавались они рядом способом. Прежде всего, это были попытки создания сайтов, где каждый мог указать своего родственника, генеалогическое дерево, указать там, кем этот человек был. Это было как его личная персональная страница. Такие попытки были в конце 90-х, в начале нулевых. Одновременно с ними возникали некие аналоги кладбища домашних животных. Это целый раздел такого всего истории Интелнета, когда люди создавали кладбище и с животными, и, что более интересно, там с умелшими вилтуальными существами типа Тамагочи. Японский Интелнет достаточно заполнен вилтуальными мемориалами умелших Тамагочи, потому что у людей есть естественная потребность к гриванию. И естественная потребность мы можем ее фиксировать, потому что она уже существует. Эта потребность к гриванию находит место в особых вилтуальных местах, где есть покойники. В-третьих, не будем забывать, что у вас остается аналоговый человек. В тот момент, когда человек умелает, вы либо кто-либо еще, происходит определенная, всем нам хорошо известная, манипуляция с его телом. В этот же момент эти же манипуляции с его вилтуальным двойником принципиально также могут осуществляться в некой такой синхронизации. Иными словами, ну, слоница социальной сети теряет доступ, теряет статус аккаунта, переходит в раздел слониц, теряет определенный функционал, и такие же процессы, скорее всего, будут происходить с тем или иным вилтуальным вилняком в метавелсе. Он будет оказываться в той или иной части навеланной полтала и будет оглоничен в плавах, оставляясь только как некий цифровой признак с очень оглоничными функциями, выполняя функции только охланителя. Ну вот, как-то так. В целом, даже если нас ждет море двойников и море признаков у наших людей, опасаться того, что не заполнит метавеллс, не придется, по тому, как мы придумали способы из физического аналогового мила убивать мелтовых людей, также мы придумаем те или иные способы, как очищать вилтуальный мил и вилтуальные социальные сети, чтобы не допустить этого паладокса, что у нас засили на цветцов. Совершенно другой вопрос с точки зрения этики, философии и юзилэкспириенса в том, в том, что нам делать действительно с вилтуальными двойниками маньяков-убийц, ну, к сожалению, мой ответ – ничего, потому что при любом большом общественном давлении, так или иначе, любой человек может создать неофициальную копию, неофициальную веб-склонницу, неофициальный сайт, неофициальное хванилище данных, бота, чат-бота, отлить памятник, нарисовать картину с любым маньяком в истории человечества, если на то будет его желание. Это может оглонничиваться, осуждаться обществом, считаться этически ужасным, неприемлемым, уголовно преступным или даже вызывать интерес надзолна Холганов, потому что сдавал, ну, потому что, да, с точки зрения карминалистики данное поведение может быть подозрительным, но мне кажется, это так или иначе будет появляться подпольно и будет тоже частью новой вилтуальной реальности. Ну, насколько оно будет массовым, я бы этого не опасался, вряд ли много, хотя бы потому, что опять-таки у нас есть экономика платформ, и платформы традиционно следят за тем, чтобы каннибалы, маньяки-убийцы и сообщество маньяков-убийц каннибалов в Фейсбуке, ВКонтакте не были популярны, вовремя блокировались и не создавали социальной напряженности в обществе. Мне кажется так. Возможно, у Алексея найдет более клавовое обоснование этому. Алексей, если есть что добавить. Какое-то, наверное, может там этическое обоснование, может быть, частичное институциональное обоснование попробовать дать. Вопрос абсолютно верный, и сейчас он решается в принципе, скажем так, на уровне изъятий. Пример, вот я просто немножко с другой стороны чем зашел в Италию, потому что то, что ответ на этот вопрос действительно тоже есть уже в праве в течение многих там, ну, минимум 20-25 лет, да, это все, что касается вопроса свободы слова. Потому что же вообще свобода слова, да, как право придумать спич, то есть в разных юридикциях по-разному называется, свобода мыслей, свобода выражения мыслей и так далее, и так далее. В интернете, да, в сети интернет в использовании вот этого медиума цифрового, медиума коммуникации, это право постоянно ограничивается. То есть это классический прием абсолютно любой правовой системы. Есть некоторое абсолютное право, которое является правом человека, установленное декларации прав человека, принятой ООН, да, отсюда оно уже было там в, скажем так, перенесено в там пактах гражданских политических правах и многие-многие другие международные договоры, а потом инкорпорировано на национальное законодательство отдельных правых систем. А так, из этого права всегда есть некоторые изъятия, то есть есть куча исключений, которые принимаются для, вот вы если видите любой закон в Российской Федерации, любой другой стране, который что-то запрещает, там всегда написано в преамбуле или где-то в первом пункте, да, в самом верху, для обеспечения вот этого, вот этого, вот этого, там, безопасность, морали, национальный интерес, там, прочее, 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 ограничивается, то есть какие именно права человека абсолютно ограничиваются для того, чтобы обеспечить вот эти вещи. И такой ход, он есть абсолютно в любой, соответственно, конституции, либо в любых конституционных актах любого государства. Это не какое-то российское ноу-хау, такое есть абсолютно везде. Это первое, да, очень важное время. Второй момент, он заключается в том, что такие изъятия есть в том числе, если брать американское закатистство, decent в Российской Федерации есть соответствующих ФЗ, да, огромное множество на эту тему, которые что-то разрешают или ограничивают. То есть весь мандат Роскомнадзора он стоит как раз из всех этих ограничений, которые делегированы ему отдельными законами, в том числе последние законы, которые касаются текущей военной операции. То есть это все для обеспечения национальных каких-то интересов. Отсюда возникает ситуация, когда есть информационные посредники, они что-то обязаны. То есть у них есть мандат распространять эту информацию и при этом у них есть обязанность выполнять законательство и зачастую на них как раз регуляторы давят для того, чтобы они выступали как раз таки этим ограничителем базовых прав по тем или иным причинам. Я убежден, что практика пойдет таким образом, что регуляторы будут говорить поставщикам метаверсов, скорее всего, Facebook, Apple, Google, неважно кто, будут определенные регуляции, которые будут формировать некоторый общий фрейм, то есть там будут примерные нормы принципы, которые будут указаны, делай хорошо, не делай плохо и так далее, и так далее. Но потом мы придем к ситуации метарегулирования, оно уже и сейчас есть. Метарегулирование в смысле метаверс, а то, что сегодня политики и правила Google, они на самом деле имеют больше эффект, чем заказательство отдельных государств. То есть с точки зрения прямого применения норм, они применяются гораздо чаще, чем нормы отдельных государств. И они универсальны во всем мире. Да, государства влияют на эти нормы. Например, принял в Европейской союзе GDPR, там Google перестроил свои политики, но их политики более-менее во всем мире они унифицированы и везде примерно одинаковые. Это, по сути, свои такие метаправовые системы. И я думаю, что вот эти крупные информационные посредники, они выработают на основе некоторых законодательных стандартов свои более детальные метаправовые фреймы, корпоративные такие фреймы, в рамках которых они будут говорить, что хорошо, что плохо. Возможно, в каком-то метаверсии будет соблюдено абсолютное право каждого человека на собственный аватар. То есть, может, мы к этому придем, и это будет прямая политика компании, она скажет, что все имеют право на аватар, и тут никаких соответственных изъятий, если только это прямо не предусмотрят решением суда. Отлично. Но я думаю, что для многих компаний это будет абсолютно накладная история, она тяжелая с репутационной точки зрения, она контрпродуктивная с точки зрения бизнеса, вот, и возможных издержек, которые из этого будут возникать. Отсюда, скорее всего, я думаю, крупные поставщики этих метаверсов, а у нас по факту на пальцах одной руки мы можем пересчитать, так, которые будут, по факту, они будут идти по пути наименьшим сопротивлением и перестраховываться, что они, собственно, сегодня делают. Алгоритмы Фейсбука банят всех за все. Самая смешная история про футболиста Дмитрия Хохлова, которого каждый раз, когда его тегали друзья, их банили в Фейсбуке на стене. Это просто обычно проактивная перестраховывочная система, которая пытается снизить общий риск. И я, к сожалению, вынужден констатировать, что, скорее всего, эти практики информационных посредников, они будут перенесены и в отношении аватаров. Если только не придет какой-то Илон Маск, в кавычках, не обязательно Илон Маск, не купит крупную соцсеть и не скажет, что наша политика вот такая. То есть мы действуем таким образом. Алексей, спасибо. К сожалению, время у нас выходит, уже 10. Поэтому, наверное, так, если вот есть что добавить, вот прям финальные какие-то реплики, давайте вот их добавим и будем тогда закругляться. Я просто вижу, что Виталий как будто хотел что-то сказать или мне показалось? Да нет, мне кажется, мы сказали буквально абсолютно все, что нужно было сказать. Интересно будет вспомнить через 5-10 лет, угадали ли мы что-то, что-то изменилось, не оказалось ли метавилл с пузырем, не оказалось ли тематика от мотосенсивити переоценена. Но мне кажется, что из всех совокупностей прогнозов, которые мы сегодня дали, определенной долей велоятности можно сказать, что некоторые сбудутся. Потому что мы сказали много, а во-вторых, потому что кажется, они сами по себе опилались на определенное плошлое, которое мы уже наблюдали за последние 20 лет развития Интелнета и, скорее всего, увидим Титлэнды в том или ином виде ввелнувшимся в будущем. Это проблемные так или иначе тех цифровых следов, которые становятся все более и более похожими на нас и на наши языковые личности. На этом мне навел на все. Алексей? Наверное, в качестве какого-то у меня на самом деле нет. Здесь был такой, я прокомментирую комментарий, который у нас возник в трейде относительно повестки вопросов, что есть более простые вопросы, которые требуют обсуждения. Действительно, это так, но, как мне кажется, большинство этих вопросов, они не являются дискуссионными. Наследование доменов это на самом деле не особо дискуссионный вопрос. Это вопрос сугубо практически откровенно скажу, даже ремесленный. То есть здесь просто нужно собрать ключевых акторов, посадить их за стол и принять некоторые решения, потому что во многих странах эта практика уже есть, и здесь надо просто оценить диспозицию и принять максимально эффективное практическое решение, которое нужно, например, Российской Федерации здесь и сегодня. Те темы, о которых мы говорим, они являются передовыми. Это хорошая тема для абсолютно любых правовых исследований на тему экономики, писца, права, философии, этики, UX, чего угодно. Поскольку тема, она частично табуирована, она замаскирована, ее плохо видно, ее на ней не пиарятся, и Виталий все верно сказал, что никто не дает деньги под смерть, хотя на самом деле это достаточно крайне болезненный и тяжелый опыт для многих из нас и долго под коврик естественно заметать это не получится. Отсюда я субъективно вижу малое количество серьезных предметных дискуссий на эту тему, малый уровень, скажем так, малое количество площадок, на которые можно обменяться мнениями, в том числе интерсекционно, когда есть люди из разных индустрий и они рассказывают про свою точку зрения, свой угол видения данной проблемы и вот как мне кажется именно вот такие вот площадки, они вырастают наверное из каких-то малых тезисов, потом они превращаются в какие-то серьезные конкретные исследования, которые уже потом складываются в какие-то результаты правового регулирования. Поэтому очень рад, что мы сегодня так предметно некоторые вещи пообсуждали и обменялись некоторым опытом. Я надеюсь, что сегодняшним гостям было интересно. Алексей, спасибо большое. Ну тогда у меня финальная реплика будет. Я вот хочу вернуться к комментарию Виталия, что вот посмотрим через пять лет насколько сбудутся прогнозы. Тут мы еще не обсудили, знаете, какую ключевую тему? Выживут ли наши вот эти платформы и какие-то цифровые реликвии? То есть к чему вообще обращаться? И тут сложно загадывать действительно насколько все это будет выживаемо, если мы будем сравнивать это с какими-то физическими объектами, там не знаю, того же камня, бумаги, хотя бумага живет меньше и так далее. То есть тут тоже есть над чем подумать. А, коллеги, извините, у меня еще буквально последний комментарий, я совсем забыл. По нашей теме я крайне рекомендую прочесть книжку Татьяны Замировской «Смерти.нет». Она во многом касается того предмета, который мы сегодня обсуждали, и многие из вопросов Этико-Философски, которые мы поднимали, там представлены достаточно оригинальный взгляд автора на них и, возможно, тоже, скажем так, обогатит ваше представление о предмете. Крайне рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова